Ну вот о том, какой будет Россия после Путина, да, каким образом она будет реформироваться, да, в каких рамках будет проходить этот процесс, ну и об участии российской оппозиции, будь то она в Викзиле или в стране в середине Российской Федерации, об этом будем говорить далее с нами на связи. Олег Дунда, глава межфракционного объединения по деколонизации Российской Федерации. Олег, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, Олег, ну вот смотрите, хотел бы у вас получить оценку от вас, да, того, что сейчас происходит и на уровне вот этого съезда народных депутатов, как вам идея, которая озвучивается на этом уровне, потому что мы понимаем, что, ну, оппозиция, как, наверное, и везде, в частности, это касается и российских оппозиционеров, она разная. Ну, скажите, по вашему мнению, насколько велика их способность объединяться в желании изменить Российскую Федерацию или для начала хотя бы сменить саму власть, нынешнюю РФ? Ну, смотрите, желание у них может быть о том, что они хотят объединяться, да, даже более того, это можно реализовать. Только вопрос к тому, что будет на выходе, что будет результатом. Нужно для себя осознавать то, что оппозиция, независимо от этого, Пономарева, либо Ходорковский, либо Навальный, фактически они мало кого представляют в Российской империи на сегодняшний день. Более того, да, они ходят с правильными демократическими тезисами, лозунами о том, какая будет якобы власть в Российской империи после Путина. Но если подробно с ними разговаривать, это не исключая никого, не исключая там ФК, Пономарева, Ходорковского, и спросить их, а как вы видите свой приход к власти? Как вы видите, что вы займете трон в Москве? Как вы видите, что вы займете Дачу Нового Орева? Практически, ну, чтобы реализовать свои амбиции, реализовать свои желания, вот эти вот проравные тезисы, то ни один из них вам в пути этого не расскажет. То есть есть вот условно сегодняшняя ситуация, точка А, и точка Б, они на троне. Вот как связать эту точку А и точки Б, у них понимания этого не существует. Поэтому и расценивать вот эти вот съезды, тоже Ходорковского, съезды Пономарева, можно расценивать более того, больше, чем как попытка себя презентации перед европейскими и западными элитами, что якобы они представляют эту оппозицию, разговаривать нужно будет только с ними и финансировать гранты только им. Олег, а как вы считаете, а почему нет этого понимания? Потому что все-таки в этом вопросе, да, вот есть этот термин, визия, да, если она отсутствует, действительно, тогда это путь в никуда. Как вы считаете, почему нет понимания? Хотя вот, ну, тот же Илья Пономарев, он нам всегда рассказывает, что есть программные какие-то такие тезисы, которые они готовы выполнять для того, чтобы при приходе к власти сразу же их реализовывать. Лыла, можно я еще уточню? Да, конечно, Лыла, пожалуйста. Ну, посмотри, вот я... Вы правильно, я извиняюсь. Съезд народных депутатов, Илья Пономарев неоднократно выходил в эфир, да, и он говорил о том, что, ребята, ну мы поддержим вообще вооруженное восстание, чтобы смести силой режим Путина. Именно поэтому, как я понимаю, они определенным образом координируются с российскими легионерами, которые действуют, в частности, на территории Белгородщины, как отмечают российские пропагандисты. Ну, тут есть большой простой вопрос, да, можно поддерживать этого восстания, кстати, Ходорковский этого поддерживает, Пономарев поддерживает. Но есть простой проверяющий вопрос. Илья, а сколько у тебя штыков? То есть представим себе поле боя в виде Белгородщины. С одной стороны РДК, который имеет там, возможно, тысячу штыков, возможно, предположить, это одна Белгородщина. С другой стороны, там, в ближайшее время появится на этих просторах Пригожин, который имеет там 40-50 тысяч штыков. И вот, по вашему мнению, по мнению Ильи Помарева, кто на это Белгородщине возьмет власть, кто имеет больше сил и возможностей? Здесь это Пригожин. Либо возьмем такую историю Татарстан. Вот что может там РДК, при всем к нему уважении, или там, допустим, Ходорковский намет какой-то там, банкформирования. Что может это банкформирование сделать в Татарстане или на Кавказе? Ну, и в течение дня оттуда, я извиняюсь, выпиляют, и они существовать там не будут. То есть, я к чему? Что власть в Российской империи, переход власти в Российской империи будет определяться наличием грубой, грубой, тупой силы. Сколько штыков у тебя есть. Кто имеет больше штыков, тот и будет властью, ну, хотя бы временно на переходной период. И в данной ситуации единственный вариант, который возможен, это фактически регионы по принципу, где какой властитель, местный региональный лидер имеет больше возможностей и агрессии, и, скажем так, нахальства реализовывать эту грубую силу. И я извиняюсь в этой истории, вот нигде не проглядывается ни Ходорковский, ни Навальный, ни Пономарев, потому что таких возможностей они, де-факто, не имеют. Более того, есть очень такая фантастическая идея о том, что Навальный, возможно, будет там следующим правителем Российской империи, и он будет очень полезен и хорош для демократического мира. Вот я хочу вам сразу заверить, это не так, потому что Навальный, это человек, который готов принимать любые тезисы, которые могут его привести к власти. А на сегодняшний день Российская империя заражена имперским вирусом, и мы помним, как тот же Навальный и поддерживал Россию в войне против Грузии, и помним 14-й год. И если Навальный увидит о том, что ему для прихода к власти будет выгодно использовать те же имперские тезисы и ту же агрессию, он их с удовольствием примет и будет их реализовать. Главное — получить власть. — Смотрите, Олег, главное — получить власть. Каким образом нам, официальному Киеву, коммуницировать с представителями российской оппозиции? Потому что, ну, к примеру, я не сторонник истории, что вот, знаете, вот нам нужно оградиться, рос с крокодилами, вот живите как хотите и так далее, и так далее. Потому что, как по мне, Украина имеет полное право коммуницировать с теми оппозиционными силами, да, с которыми, в принципе, у нас может в чем-то сходиться на это видение того, что должно случиться с Российской Федерацией для того, чтобы эта страна, это государственное образование перестало создавать угрозу не только для Украины, да, а в целом, да, как минимум для своих соседей. Каким образом нам выстраивать вот эту коммуникацию, по вашему мнению? Смотрите, я исхожу из того, что не бывает хороших русских, бывают только полезные русские. То есть мы вправе, как Украина, для защиты своей территориальной целостности, своей государственности использовать кого угодно, даже если по каким-то причинам они нам могут не нравиться, либо они могут быть нечистоплодны. Если они полезны для защиты Украины, мы имеем право это использовать хотя бы на временной основе. Поэтому даже тот же Пригожин в какой-то момент может быть полезен Украине, если это будет на пользу Украине, и мы должны к этому быть готовы его использовать в этом плане. С точки зрения Украины, вообще наличие на наших восточных границах такого образования, как Российская империя, это угроза нашей территориальной целостности, угроза государственности. И наша основная цель, это чтобы такой империи на наших восточных границах не было, чтобы там были отдельные независимые народные республики, с которыми мы уже по-новому устанавливали отношения. И в этом плане, с этими настроениями, именно с этой целью мы и должны выстраивать отношения с представителями империи. Будь то Пригожин, будь то РДК, будь то условно представитель Татарстана, будь ли это Ходорковский и тому подобное. Более того, вот это так называемое представители, скажем так, Белой эмигрантской гвардии, которые находятся сейчас в Европе, это Ходорковская, Каспарова и так далее, они потихонечку уже начали спустя год осознавать, что развал России это есть наиболее реальный вариант. Хотя они пытаются его опровергать и пытаться о нем не говорить. Уже то, что они об этом говорят, уже предполагают, что у них в голове это есть. И в данном случае нам с ними нужно вести беседу о том, что да, вы никогда не станете новым российским царем. Но помочь и организовать работу империи после ее развала, с отдельных регионов, организовать коммуникацию условного Белгорода с Парижем и Киевом, вы можете. И этим коммуникатором должны выступать. И в этом направлении Украина должна работать. Британия трансформировалась, отказалась от колониализма. Мы увидели Британию глобального влияния через содружество, трансатлантические экономические механизмы и другие. Мы увидели Францию, которая отказалась от своей имперскости, перестроилась. Мы видим на глазах, как Япония отказывалась от этого. От своей имперскости, хотя остается формально последней империей. В России неизвестно, что ее ждет за отказом от имперскости. А имперскость себя уже исчерпала. Миф о собирательстве земель, обо всем остальном, он фактически на наших глазах расстреливается в упор путинским оружием. И эти три кризиса, они действительно на сегодняшний день говорят о том, что российское государство является не просто fail state. Оно уже трухляво, как мочалка. Оно пустопорожнее внутри и держится лишь на внешнем контуре, на силовом блоке. Любой серьезный каскадный кризис может вызвать просто мгновенное обрушение всего этого, всей этой конструкции, которая называется российским государством. Конечно, не стоит себя тешить иллюзиям, что это произойдет завтра. И более того, это несет целый ряд рисков и для Украины, и для мира. Но, тем не менее, это может произойти как завтра, так и через год, так и через два. Но это точно произойдет. Этот скрип конструкций их скрежет. Он уже слышен и в кремлевских залах, и внутри России, и вне России. Геополитическое влияние тоже России крайне упало. Россия продемонстрировала, что тот мыльный пузырь, который надувал вокруг себя с помощью своей культуры, влияния, спецслужб и всего прочего, действительно оказался пузырем. И, как и задано по законам жанра, он лопнул. Да, вот, как говорит Алексай Океан, скрип конструкции уже мы все слышим и большинство даже видят. И вот он несколько раз сказал, что как раз эта конструкция пока что еще держится на силовом блоке, на одном из таких основов, как силовой блок. Но в то же время мы видим колоссальные потери, которые несет армия Российской Федерации, продолжает их нести. Мы видим конфликт, который только нарастает между Минобороны и частными военными компаниями, в частности, компанией Вагнера и то, что происходит. И даже вот это элементарное не вспоминать Пригожина и Вагнера в информационном поле в Российской Федерации, та информация, которая появилась в прессе, это тоже уже о многом говорит. Олег, на чем еще, по вашему мнению, держится еще вот эта конструкция, кроме как на силовом блоке? И все-таки что станет главным, когда этот скрип, он превратится в такой колоссальный уже скрип, и эта конструкция начнет рушиться? Это силовой блок все-таки, скажем так, эту конструкцию разрушит изнутри же самой страны? Либо же это все-таки другие процессы? Вот ваше мнение. Ну, эта империя держится на двух стульях. Первый, это, как сказал Олег Сакян, силовой блок, то есть возможность принуждать регионы к тем действиям, которые необходимы центру. И второй, это наличие сырья, наличие денежного ресурса для того, чтобы заливать проблемы деньгами. Первый, силовой блок уничтожается в Украине, второй уничтожается в санкционной политике. И Олег тут прав о том, что, Сакян прав о том, что кризис уже скоро. Более того, хочу сказать, что кризис уже существует. То, что происходит на Белгородщине, где силовой блок фактически не контролирует часть территории Белгородщины, Белгородщины, более того, силовой блок не имеет ресурса для того, чтобы решить эту проблему, говорит о крайней уязвимости и слабости правоохранительной, армейской, военизированной системы Российской империи. То есть уже говорит о том, что этого стульчика нету, и это уже можно назвать кризисом. Как это можно назвать по-другому? Это кризис. Более того, история Вагнера с тем, когда они взяли фактически в заложники руководителя одной из бригад военизированных армии, военной машины Российской империи, и им за это ничего не бывает, они работают все дальше. Более того, Прихожин говорит о том, что готов зайти на Белгородщину и обеспечить ее безопасность в обход российской военной машины, говорит о том, что, опять же, силового аппарата нет. Говорит о том, что право, такого централизованного права подчинения, кем кого командует, централизует то, что вся империя всегда на этом существует, на этом таком позвоночнике передачи команды исполнения сверху-низ, тоже его не существует. То есть это тот же подтверждение того же самого кризиса. И он вынужден будет раскрыться и взорваться ни год, ни через два, ни через три. Он взорвется в этом году, он уже происходит. И если власти нет уже в Белгородских регионах, что говорить о других национальных республиках? Мы это еще с вами увидим, причем в этом году. На самом деле вот эта история с полковником Винни Витиным, о котором вы сейчас вспоминали, она уже показывает, что идут определенно очень серьезные, опасные процессы в середине самой сверхъядерной державы, в середине самой Российской Федерации. Хотелось бы у вас спросить все-таки, ну потому что порядка в самой стране нет, да, и это может привести к очень глобальным процессам. И вот согласны ли вы с мнением, которое начинает действительно появляться в пространстве информационном, о том, что сейчас бы кто бы не вышел все-таки на сцену с тезисом обеспечить порядок, который не способен обеспечить лично Владимир Владимирович Путин, имел бы не меньше успех, чем Владимир Владимирович Путин, пришедший, кстати, с тезисом, я напомню, обеспечить порядок, который в свое время не мог обеспечить Борис Ельцин? — Это невозможно сделать. Никого имперская машина, кроме Путина, на сегодняшний день не примет. Более того, есть сомнения, что она уже его принимает. То есть публично она понимает о том, что и признает о том, что он есть лидер, но не публично, а фактически мы видим по истории с Пригожиным. Его лидерство подается сомнению. Более того, обуздать вот эти вот желания таких, как Пригожин, владельцев частных компаний, а на него смотрят по всей России, обуздать их желание возглавить какие-то регионы и быть сам себе царем практически уже невозможно. Вернув Пригожина и Вагнер из стран Африки в Россию, они фактически открыли ящик Пандоры. Это был вопрос времени, когда такие люди, такие формирования ощутят свою значимость, ощутят свою возможность и право быть фактически государственной структурой. Это сейчас и происходит, и никто, нигде, ни Мишустин, ни Шойгу, ни Патрушев перебрать бразды правления у Путина и обеспечить эту безопасность на сегодняшний день не могут по одной простой причине. Ресурсов для этого нет. Они могут мечтать о чем угодно, но инструменты нерабочие, руль уже не крутится, и топлива в этих баках не существует. И знаете, вот напоследок, для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы сам Путин ослабел настолько, чтобы кто-то посмел выйти к людям и сказать, что я наведу порядок, по большому счету. А сейчас, как мы понимаем, таких нет. Пригожин какие-то вот эти, знаете, расточки показывает, что он может быть альтернативой. И мы понимаем, что его и турне, и выступления, и интервью, которые он дает, фактически как программные истории для своей политической карьеры, соответственно, это все вписывается в эту штуку под названием амбиции того или иного фигуранта. Ну а скажите, а если несколько человек выйдут и заявят о своих претензиях на трон, что же будет дальше? Как вы считаете? Каков ваш прогноз? Смотрите, они могут заявить, разве что находясь в Европе, как Ходорковский или Пономарева, но это ни к чему не приведет, как таковое. Нюанс путинской машины следующий, что за 20 лет настолько зачищена внутренняя конкуренция, и там настолько политическая элита и бизнес-элита находятся даже не в заложниках, она находится в страхе, в глобальном страхе сделать какое-либо движение, что они за 20 лет отучились вообще принимать на себя какие-то стратегические государственные решения. Для них это сумасшедший страх принять такое решение, и навряд ли они его когда-нибудь примут. Там нет вот этой институции, там нет этого механизма передачи власти от одного правителя к другому. Ну, если взять исторические примеры, это как вот после Ивана Грозного, которое привело к смуте и фактическому распаду тогдашней Москве. Но мир был менее глобальный, и довести до конца тогда не сумели. В данной ситуации они находятся в том же состоянии. Передать власть или кто-либо может, хотя бы кто-либо смог появиться, на который сможет заявить о своем заведующей роли, там это невозможно. И поэтому оно и то, что сейчас происходит, будет рассыпаться по краям, по отдельным регионам. Достаточно пару регионов, та же Белгородичная, опять же вспоминаем за нее, в ближайшие периоды месяца и показать о том, что там окончательно взять власть под контроль невозможно. Белгородичная начинает жить своей жизнью, и за ней начинают сыпаться другие регионы. Что бы в Москве там ни говорили, и кто бы новый ни появился, и не начал там претендовать на центральную определяющую роль, это ни к чему не приведет. Не потому, что даже будут ему доверять или нет, а в первую очередь, потому что у них нет для этого ресурса, для этого что сделать, для того, чтобы навести порядок на Белгородщине, на Кавказе. Для этого должен быть нормально работающий, существующий силовой аппарат. А где он, мы его видим. Обуздать Пригожина они не могут, Кадырова они тоже не могут. И я, насколько я знаю, там есть еще пару ЧВК, которые на сегодняшний день задумываются и смотрят внимательно на Пригожина, что с ним будет, и задумываются над тем, чтобы, скажем так, заявить о претензиях на власть в своих регионах. То есть этот процесс, он неостановим. Изменить его невозможно. То есть они зашли в эту колею его развала. И сейчас, в принципе, нам нужно думать не о том, как это будет происходить и как быстро, это будет достаточно быстро. Нам нужно думать, что мы будем делать с этими регионами, как Украина, после их развала, как будем устанавливать отношения, какой это будет сценарий, чтобы не повторить ошибки развала Советского Союза в 1991 году. Спасибо вам, Олег, за участие в нашем эфире. Спасибо за тезисы, которые озвучили. Действительно, есть над чем задуматься. Ну и в первую очередь все-таки должны думать те российские оппозиционеры, которые либо же находятся в экзиле, либо же все-таки пытаются каким-то образом влиять на процессы в Российской Федерации. Ну и визия все-таки понимания того, как действовать, она должна, в первую очередь, должна быть у них. Если они претендуют все-таки определенные трансформации проводить серьезные в Российской Федерации. Олег, мы с вами увидимся обязательно еще в наших эфирах. Напомню, зрителям с нами на связи был Олег Дунда, глава межфракционного объединения по деколонизации Российской Федерации. Мы же сейчас продолжим. Единственная небольшая пауза. Будьте с нами, мы вернемся.